Тираспольский аграрно-технический колледж всю весну и лето будет проводить дни открытых дверей. На одном из них побывала Катерина Воронченко. Никогда не лазила в трактор первый раз. Как вам тут комфортно? Да. Как тут учиться? Достаточно очень хорошо. Вот все, получается, есть агрегаты для сельхозтехники, все трактора, все доступно. Можешь подойти в любой момент, посмотреть, рассмотреть. Есть на практике, мы их разбираем. Другу что посоветуешь, если захочет поступить? Или не посоветуешь сюда поступать? Нет, почему посоветуешь? Я уже советовал своему другу, чтобы он сюда приходил, ко мне же на специальность, потому что довольно хорошая специальность. Дают, получается, вроде дают же права на комбайн, сейчас же комбайн очень сильно востребован, на трактор дают права, на машину. Добрый день. Девочки, что-то интересное тут среди железяк? У нас здесь представлены три специальности. Мехатроника в области сельского хозяйства, две специальности, связанные с автомобилями, техническое обслуживание, ремонт автомобилей, мастер по ремонту обслуживания. Аграрно-технический колледж сейчас обучает 750 студентов. Самый большой набор на мехатроников. Но в колледже еще восемь специальностей, которые всегда нужны в сельском хозяйстве и не только. Специальность агрономии сейчас очень востребовательна. Нужно, чтобы как бы поесть, как говорится, нужно вырастить все на поле. Где можно работать с вашей специальности? Как в небольших фермерских хозяйствах, так и на различных предприятиях крупных. Такие дни открытых дверей в колледже проводят, чтобы будущие студенты могли, как говорится, прочувствовать профессию. Прямо на улице сельхозтехника, столы с квестами, а студенты проводят презентации. Пока месяц не знаю еще. Есть пару вариантов. Может пойти в аграрный. Ну, я с мамой советовался. А так пока еще не знаю. Ну, какое направление тебя больше интересует? Связано с машинами чинить. Будущие мастера по ремонту авто, владельцы автосервисов тоже родом из этого колледжа. Практики в колледже уделяют большую часть времени, чтобы специалист вышел уже с опытом. С троскопом можно изучить деталь изнутри, то есть узнать о ее поломке. А, то есть вы на шум аудиально понимаете, что сломалось? Да, потому что любая деталь, если выходит из строя, даст какой-то шум, стук. Прова есть у вас? Нет. Ага. 17 лет. Это прибор для диагностики автомобиля. Ага, это как приезжаешь на сервис, и тебя мужик подключает и такой говорит, у вас там сломалось. Да, да, что-то типа. Женщина, давайте миллион долларов. Ну, не миллион долларов, конечно, но... Ну, обычно я так приезжаю, мне постоянно говорят, отдавайте все ваши заработанные деньги. А вы приезжайте к нам, мы бесплатно делаем. Надо пять дней в кустах лежать, чтобы отловить вот этих вот, да? Да, сходьте в эту коллекцию, гляньте, конечно, шикарно. Эту презентацию самых злостных вредителей наших полей сделали специально для дня открытых дверей. Различать вредителей надо, чтобы бороться с ними. Учат в аграрно-техническом колледже и ветеринаров. Вот смотрите, у человека всего один скелет на всех, то есть одно строение. А животных есть и скелет козы, и коровы, и других животных, их очень большое количество. И от этого ветеринария только интереснее, от всего многообразия, и от того, что ты можешь каждый день открывать для себя какие-то новые вещи, говорят студенты. Нам очень нравится учиться. Очень хорошее заведение, очень хорошие преподаватели. Очень наступно объясняют, очень интересно. Где-то практикуем. Да, практикуемся на фермах, ходим к коровам, к свиньям. Поступить в колледж можно на бюджет. Документы будут принимать с начала лета и до 5 августа. Колледж активно ведет в соцсети и сайт. Там можно найти информацию по профессиям и поступлению. В этом году открывается новая специальность – эксплуатация беспилотных летательных аппаратов. Планируют набрать на бюджет 20 человек. Катерина Воронченко и Данила Кузьменко, ТСВ.